Первой остановкой рабочей поездки министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрия Абаренова, а также депутатов и представителей общественности, стало Расторгуевское шоссе на пересечении с улицы Крымской, которая является выездом из микрорайона Восточная Бутова. В настоящий момент на производстве работы задействовано 18 человек и 8 единиц техники. По срокам мы заканчиваем данные работы по обустройству полосы торможения и разгонной полосы в концу следующей недели. К этому времени будет изменена схема организации дорожного движения. Обустроены карманы, полосы торможения и разгона, установлены стрелки на светофорах. Все для безопасного выезда из густонаселенного микрорайона. В этом году здесь вводится еще 70 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, это позволит уменьшить заторы на самом Расторгуевском шоссе. Эти 15-20 процентов, которые утром идут в Москву, увеличим соответственно, чтобы из потока общего убрать. Схожие транспортные проблемы и в жилом комплексе Пригород-Лесной. Сейчас здесь расширяется дорога для выезда общественного транспорта из ЖК на Володарское шоссе. Здесь узкое место, зажатое. Максимально расширить дорогу. Будем прорабатывать. То, что можно будет сделать, сделаем. Двухполосное полотно протяженностью 180 метров будет сдано через пару недель и станет хорошей временной мерой до начала работ по реконструкции Володарского шоссе. Под пристальным вниманием власти оказался и проектируемый проезд номер 5541 в Развилке, который обеспечивает прямой выезд из поселка на трассу А-105. Мы просто столб обходим, да? Да. Столб обходим и справа, и слева. Да, 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 да. МПОшку и знаки нужно поставить. И все, выезжаем напрямую на Каширку. За счет средств из небюджетных источников у Хавы сменится гладким асфальтовым покрытием. Отремонтированная дорога позволит жителям развилки быстро и с ветерком добраться до Каширского шоссе. Мы сейчас вот ее делаем капитально. До конца месяца, я думаю, что мы своими силами справимся. Далее представители власти приехали к Развилковской детской школе искусств. Большой проблемой здесь является отсутствие остановки для общественного транспорта. Ближайшая расположена более чем в километре от ДШИ. Мы сейчас за эту неделю проработаем с гаражом, чтобы сделать и на той стороне. Решение о том, что остановки быть и быть скоро, принято буквально на месте. Мы бьемся за, казалось бы, простое. Это остановка для детской школы искусств. Здесь дети ходят порядка километра пешком вдоль дороги. Непонятно, какая здесь загруженность трафика, большая автотранспорта. Но уже вроде мы сегодня добились и нас услышали. Министр нам пообещал, что мы до лета эту проблему решим. По итогам встречи составлена дорожная карта, которая включает два пути решений. Это быстрые решения и плановые решения. Вот сегодня мы пойдем быстрыми решениями. Я их всех чуть позже озвучу, потому что мы сейчас проработаем по земельным участкам быстро, оперативно. Это касается и перераспределения полос движения, это касается и светофорных объектов, и остановок, которые просят люди, и изменения маршрутов движения. По словам Дмитрия Оборенова, подобные выезды он планирует проводить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.